вот начинается еще один день и начинается еще один блок глазки у меня закрываются очень сильно спать хочется володя опять начал очень плохо спать непонятно что такое скорее всего что-то все-таки беспокоит но что непонятно вроде бы маляры вылезли клыки вылезли может быть вторые маляры лезут не знаю может живот болит но в общем ребенок маленький еще говорить не умеет что его беспокоит на общем всю ночь на груди чуть шелохнулся чуть трепянулся все сразу же просыпается я ведь с ним просыпаюсь и всю ночь крутились вертелись мамочки меня поймут ну и папочки тоже очень так какие у меня планы сегодня надо что-то придумывать на ужин и как многие женщины я раздумья что же приготовить такого чтобы ели все я обычно стараюсь чередовать там мясо допустим курица рыба и что-то такое типа викторианского но у нас сложность в том что на второй раз мои мальчики ничего не едят я просто знаю что некоторых семей готовят допустим щи борщ и едят практически всю неделю у нас такое вообще не прокатывает если я приготовила что-то вот допустим сегодня мы едим на завтра это уже естся не будет и сложность в том что они мне не любят супы вообще вот то есть надо готовить всегда что-то из второго иногда и никогда уже совсем надоедает я могу приготовить борщ свекольник там гороховый суп посоль высу это уже невзирая на их хотелки на их имеется ввиду на желание моих мужчин семье вот поэтому сейчас сижу и думаю мысли приготовить гороховый суп вот он с одной стороны но и я уже рассказывала в прошлых улогах что у меня суп и получается больше похожее на второе такие более густые как супы похлебки продукты вроде все есть для супа горохова бежать магазин на скорее всего не придется на улице весна но весна такая еще холодная сырая все тает на улице каша и в резиновых сапогах не пойдешь потому что подскользнешься и зимние сапоги уже одевать будет полной ботой воды в общем перетерпим у саши сегодняшнего дня начинаются каникулы сейчас он придет будет счастливой всего лишь неделька но все равно как раз это распутье чтобы пережить погодные неприятности планах конечно у него играть играть компьютере но буду его заставлять читать писать чтобы за недельку все это не забылось четверть он закончил неплохо четверки пятерки единственно что русский язык у нас очень хромает трояк четкий трояк без всяких там влево вправо почему потому что первых он не старается он старается писать аккуратно он пишет как вот курица заставляешь его переписывать он психует-психует перепишет но не намного лучше есть такое что надо читать больше он не читает он любит простоквашину любит мюнхгаузена он читает такие про лего книжки различные но читает он без особого желания я так понимаю поэтому у него в голове ничего не остается так радионика у меня сегодня уехала балаково ему надо в техникум насчет курсовой так что мы с володей сегодня одни кукуем гоняется у меня там по дому играется бегать мультики смотрят так сейчас поставлю варить гороховый суп и на вкусненькое хочу приготовить манник или эклеры но для эклеров надо бежать магазин потому что там надо много яиц а для манника такого изобилия не надо в общем надо чего-нибудь приготовить скоро сашки или вот я иногда думаю у нас очень много денег уходит на еду очень как-то раз я даже мужу заявила что если бы мы как другие семьи ели бы каждый день щи борщ и прочее такой вот спы мы бы не раз пятилетку ездили бы на юг каждый год это конечно из разряда шутки ну конечно на продукты уходит очень много денег с другой стороны я сама такая же я может быть сама и пацанов и приучила к тому что на второй день мне уже сама не хочется что-то есть то же самое хочется всегда чего-то новенького вкусненького и переучились мы уже какому-то мясу мясо рыба курица имеется ввиду в лесу продукт какие-то потому что ощущение что если без этих продуктов то не наедаешься хлеб не стараюсь завязать конечно я ем и пироги и бублики вот ко мне мой маленький пришел но именно поедание хлеба такое неограниченное вот так вот я себя притормаживаю конечно я бы сказала что у меня сильно много лишнего веса но животик у меня есть и пока немножко появились после володи все думаю надо взяться за себя и надо понемножку и пресс подкачать и бока подтянуть до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я беру вот такой вот половиночками Целый никогда не беру, потому что еще дольше варить придется Вот, помыла его хорошенечко Сейчас залью водой холодной, поставлю на маленький огонек Воды буду наливать не до полной кастрюли и закрывать не буду, чтобы у меня не перебежало все это дело Время от времени буду помешивать Вот, и буду разваривать его до состояния пюре Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Варится мой горох, вот уже примерно час Вот такой вот он уже становится набухший Буду разваривать до состояния пюре, пенку не собирая Смысла нет ее собирать Воду доливаю время от времени, чтобы случайно не пригорела и не выкипела вся вода Сейчас почищу картофель, лук, морковь Вот, и продолжу готовить его дальше Второй раз уже объедаю своего кота Ромка купил коту кильку И больно, что она мне понравилась Вообще, я любительница рыбки И второй раз я себе уже мариную В ванночку складываю рыбку, мы эту кильку Добавляю туда душистый перец, черный перец В прошлый раз просто насыпала, в этот раз помолола часть Соль, уксус и все это заливаю А, лавров лист еще И все это заливаю остывшим кипятком Ну, остывшей горячей водой Вот кот орет, ему нравится запах И все это у меня сутки двое маринуется И получается обалдеть, как вкусно Ну, может быть, и не очень красиво Но вкусно Так, замариновалась моя килька Я большая любительница рыбы в любом виде Любой рыбы И для меня это прям настоящий антистресс Получилось очень вкусно Просто, я надеюсь, кот на меня сильно не обидится Это Саша мне показывал оценки свои четвертные И на брата стране дневника увидел гимн Покажи Вот гимн у него здесь написан И он решил мне его спеть Сразу же видно, что учительница у них еще и музыку преподает Покажи свои оценки Теперь неделя выходных, каникул Вот поближе, а то ничего не видно В общем, тройбан у нас только один Как я и ожидала по русскому языку Английский мы подтянули Вот Поведение тоже у нас лучше стало В смысле, у тебя было плохое раньше? Ну, у тебя было прошлую четверть удовлетворительно А где это написано? Ну, вот снизу Да, Володь? У брата было поведение удовлетворительное Знаете, ну, что ты в носу-то ковыряешь Ты сюда вещь Ой, как некрасиво И понадобится для крекеров из ничего Мука Сахар Разрыхлитель Растительное масло И ключевой момент Рассол Можно как огурцов, так и помидоров Вот я вашу пламяточку помидоров Буду готовить из них Растительное масло Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова тарелка часть уже ушла к саше в животе 3 мая очередь попить чай молодец пик даже я успел с ним немножко надремлось пока укладываем если честное что мне кажется даже больше он не укладывайте меня и вообще считается что если ребенка отключить от груди он будет спать как бы лучше поживем увидим и стасе утешаю новым годам к трем то он точно начнет спать надеюсь на это очень сильно я сашу отучила от груди в полтора года и ушла на работу то он конечно спать гораздо лучше он ушел к себе в кроватку но все равно мне кажется полгода я все равно у него в кровати спала у него рука была всегда вот так вот на груди у меня чтобы спать спокойнее не знаю как получится с володей настоящий тить козавры называю и лететь к зависимых такие печенушки у меня получилась не из ничего мука растительное масло сахар разрыхлитель с чаем мне кажется нормально сейчас ромке написать список что купить в ленте так горох у меня почти сварился час закипит и я отправлю туда картофель я уже почистила его порезала кубиками пока это будет вариться картофель с горохом я на сковородочке обжарю притомлю морковь лук и сосиски сосиски нам понравились вот такие вот кстати очень приятный вкус у них такой легкий аромат дымка упругие вкусные очень сосиски сейчас это все на растительное масло притомлю при обжарю появится приятный запах такой и когда картофель с горохом доварится до конца я опущу туда вот эту вот зажарку единственные супу супы куда я ложу зажарку это гороховая и фасоль в остальные супы я ничего подобного не делаю но в эти супы прям вот просится просится иначе вкус не раскроется на мой но на этому лично мою мнение ну что ж мой гороховый суп готов вот такой он получается густой кто хочет сметанку кто хочет майонез сочку при пуску приятного нам аппетита хочу сказать что этот суп я варю тоже на обычной воде без мясного бульона получается достаточно вкусно